послевоенная германия начала 20 века очень мрачное время экономический кризис бедности голод в это же время начинает свою деятельность человек по имени фриц харман или как его прозвали в простонародье ганноверский вампир вокруг этого персонажа ходит очень большое количество различных теорий но что точно можно сказать так это то что он действительно причастен двадцати семи человеческим смертям но давайте все по порядку фридрих харман родился 25 октября 1879 года в семье кочегара паровоза олли хармана все кто знал олли говорили что человеком тот был мрачным не очень умным но довольно вспыльчивым фриц боялся и ненавидел отца но перечить ему не смел всю свою злость вымещал на животных и детях младше его из-за чего чуть не попал в тюрьму будучи еще совсем юнцом 16 лет будущий монстр был отдан в школу унтер-офицеров в нойбросе но через четыре недели его оттуда отчислили в виду явных психических отклонений а через пару лет он за приставание к детям попал в психиатрическую клинику в хильдесхайме там его около полугода пичкали седативными препаратами и пытались лечить гипнозом после чего харман благополучно сбежал в швейцарию где прожил чуть более года не совсем ясно как но ему удалось все же договориться с германскими властями о том что его не станут преследовать в случае возвращения и в 1898 году будущий вампир вновь оказался на родине и на свободе являясь представителем нетрадиционной ориентации он в 1900 году женился на некой эрни лоеверт естественно с той целью чтобы не привлекать к себе лишнего внимания харману быть двухстволкой надоело очень быстро через три месяца после свадьбы он убежал от жены и завербовался вооруженные силы его голубая прыть не могла не привлечь к себе внимание командования и менее чем через год фриц опять попал психиатром на этот раз в военный госпиталь там с ним побеседовали понаблюдали некоторое время после чего комиссовали признав негодным к службе с 1902 года в жизни фрица хармона следует череда уголовных преступлений в основном хищений за которые он всякие раз попадает в тюрьму он становится профессиональным преступником не слишком впрочем удачливым во время первой мировой войны он отправился служить попал в 10 егерский батальон базировавшийся в кольмаре провинция эльзас нет доказательств того что харман действительно принимал участие в боевых действиях но после увольнения из армии в 1918 году он получил хорошую пенсию от страны что позволило фрицу открыть в гановере кондитерскую лавку в ней харман торговал не только пирожными но и мясом что в те голодные времена было нормально в сентябре того же года фриц встречает на улицах ганновера 17-летнего фриделя рота который незадолго до этого сбежал из дома своих родителей фриц приглашает его жить к себе фридель соглашается и незаметно отправляет открытку матери в которой сообщает что его приютил добрый дядя и указал его адрес мать получив открытку отправилась в полицию благодаря записке полиция быстро определила район поиска обследовав железную дорогу и прилегающие к ней территории а также благодаря множеству опросов полиция установила что фриделя увел с собой мужчина и по всем приметам харман был именно тот кого они искали в тот же вечер к нему вломилась полиция и застала хармана наедине с несовершеннолетним парнем но это был не фриделя роты хармана арестовывают и отправляет в тюрьму на девять месяцев за совращение несовершеннолетнего юноши но тот факт что это был не фриделя роты позволил снять все подозрения с фрица хармана все могло бы сильно измениться ведь во время ареста хармана отрезанная голова рота находилась за печкой и если бы полицейские удосужились провести обыск квартиры они бы пресекли преступный путь серийного убийцы в самом начале в ноябре 1919 года на центральном вокзале ганновера харман встретился и подружился с хансом грандсом с которым стал совместно жить позже харман вместе с грандсом стал торговать подержанными вещами их бизнес процветал в начале 1922 года они переезжают в дом номер восемь по нейр штрассе и именно здесь фриц харман совершил почти все свои злодеяния по собственным подсчетам преступника с начала 1922 года и до середины 1924 он убил не менее 40 человек но полиция связала его лишь двадцатью семью случаями исчезновения молодых людей харман утверждал что вплоть до февраля 1923 года ему удавалось скрывать от ханса грандса свои деяния феврале 1923 года у хармана вышла осечка грандс вернулся домой раньше времени и застал хармана с безжизненным телом фрица франке грандс был шокирован увиденным но в полицию не донес а напротив как будто бы обрадовался сделанному открытию с этого момента их дружба превратилась в смертельный дуэт грандс выходил на дело вместе с харманом и выбирал жертву своих жертв они выбирали зачастую отталкиваясь от того как добротно были они одеты дальше под видом полицейского в штатском харман арестовывал после чего сопровождал арестанта до квартиры в доме номер восемь панель штрассе гостям всегда предлагалось выпить чаю или поесть теорий того что было дальше большое множество но все всегда заканчивалось одинаково через какое-то время изверг начинал душить свою жертву до потери сознания а после этого еще живому человеку перегрызал горло вся полученная одежда в дальнейшем шла на продажу мясо своих жертв под видом свинины и говядины продавалась мясникам по очень низкой цене парочка продолжала оставаться незамеченной до 17 мая 1924 года тогда двое детей вытащили из реки ляйны возле замка хиренхаузен человеческий череп а 29 мая еще один полицейский врач заключил что оба они принадлежали мужчинам в возрасте 18 и 20 лет и были отделены от шеи острым предметом типа мясницкого ножа примерно в 80 километрах к югу от ганновера располагался геттинген с его знаменитым университетом студенты сего славного учебного заведения иной раз грешили специфическими медицинскими шутками похищая из анатомички части трупов и подбрасывая их в людных местах это провоцировало неадекватную реакцию сограждан и чрезвычайно забавляла шутников поэтому изначально ганноверская полиция подсчитала что черепа найденные в ляйне были подброшены какими-то заезжими студентами 2 июня 1924 года мальчишки игравшие в болотистой местности севернее ганновера нашли старый мешок наполненный костями безусловно человеческими и принадлежащими более чем одному лицу почти две недели мешок с костями простоял в здании полицейского участка так и не спровоцировав возбуждение уголовного дела но все резко изменилось 13 июня когда во время дно углубительных работ драга подняла со дна ляйны один за другим два черепа а к вечеру 13 июня уже весь ганновер обсуждал происходившие в центре города счет извлеченных из воды костей шел на десятки полиция не могла более самоустраняться от происходившего и в ночь на 14 июня по многочисленным фактам обнаружения неопознанных человеческих костей было возбуждено уголовное дело уже 23 июня расследование вывела полицию на хармана торговля краденым являлась идеальным прикрытием то что он был любимым стукачом местной полиции почти позволило ему избежать проблем но полиция решила провести обыск в его доме при обыске было найдено множество вещей принадлежащих как минимум двадцати пропавшим юношам если при аресте хармана существовали какие-то сомнения в его виновности то после опознания они полностью рассеялись одной из самых убедительных улик подтверждающих виновность хармана являлись брюки с вышитыми инициалами на поясе инициалы принадлежали роберту витцелю последней жертве хармана данное обстоятельство намертво привязала хармана к этому делу почти неделю харман не признавался отнекивался и ему почти поверили пока не появился свидетель который все изменил еще 26 апреля 1924 года в ганновере исчез 18-летний роберт витцель да тот самый инициалы на одежде которого привели к заключению хармана в тот день роберт витцель вместе со своим другом фрицем к холмейстером отправился в цирк и после представления был задержан неким сотрудником криминальной полиции в штатском это был харман проверив документы роберта он увел молодого человека с собой да еще накричал на друга задержанного который вознамерился проводить их до полицейского участка именно этот друг и являлся свидетелем из-за которого у хармана случился нервный срыв он начал кричать плеваться и в этот же момент он сознался в содеянном а впоследствии и во множестве других убийств существуют и другие теории того как его задержали по одной он приставал к юношам на вокзале и его за это задержали также была найдена одежда у него дома по другой харман поссорился с неким юношей 15 лет по имени карл фром желая проучить юношу харман подозвал патрульного полицейского и заявил тому что молодого человека надлежит доставить в полицейский участок поскольку тот пойман при попытке совершения кражи полицейский отвел обоих хармана и фрома в участок где ситуация неожиданно кардинально изменилась юноша заявил при задержании что является несовершеннолетним и харман совратил его фриз харман является классическим примером социопата он презирал созидательный труд как источник заработка был человеком циничным безжалостным в отношении всех находящихся в зависимом от него положении но при этом доброжелательным и угодливым с теми от кого зависел сам сам харман утверждал что он психически здоровый человек и не пытается превратить психолога психиатрическую экспертизу в инструмент спасения собственной жизни и в клинике и на суде он неоднократно повторял верьте мне я абсолютно нормально эксперты ему верили харман действительно не был психически больным человеком поскольку в полной мере контролировал свои психические и эмоциональные реакции он был безусловным давиантом человеком с отклонениями но его давиации касались поведенческих навыков и в значительной степени определялись дурным воспитанием хармана рассказал как однажды прочитал в газете объявления в котором родители исчезнувшего молодого человека объявили вознаграждение за информацию о сыне по сопровождающему объявление описанию примет пропавшего и его одежды убийца понял что молодой человек оказался его жертвой с пересущей ему наглостью фриц харман решил под заработать на горе родителей он явился по указанному адресу и представившись детективом по родоску без вести пропавших завел разговор о судьбе сына однако роли своей убийца не выдержал и в какой-то момент стал истерично хохотать слезы матери показались ему чрезвычайно забавными в ходе расследования харман был очень разговорчив он однажды даже пожелал написать о самом себе роман разумеется врачи поддержали его в этом намерении трудно сказать являлась бы такая писанина интересной с литературной точки зрения но то что записки серийного убийцы были бы очень интересны криминалистам и психиатром не подлежит сомнению харману выдали стопку чистой бумаги ручку и чернила но сенсации не состоялось как и всякий социопат фриц харман был не способен к сколь-нибудь длительному сосредоточению и методичному труду он быстро потерял интерес к роману о самом себе и заявил что хотел бы отыскать писателя который сделает за него всю литературную работу суд над фрицем харманом и его дружком хансом грансом открылся 4 декабря 1924 года слушание проводились с участием жюри присяжных представленная прокуратурой дело заняло 60 томов всего прокуратура выдвинула в отношении хармана обвинение в 27 случаях нападений и убийств молодых людей гранс обвинялся в двух случаях подстрекательства к убийству есть версия что фриц харман приложил немало усилий к тому чтобы выгородить ханса гранса на самом деле это не совсем так харман действительно постоянно повторял бессмысленное выражение типа ханс не должен пострадать но при этом ничего не сделал для фактической защиты подельника более того он неустанно подчеркивал то обстоятельство что гранс заставлял его нападать на подростков которые ему не казались привлекательными и которые в иной ситуации не пострадали по приговор фрицу харману и хансу грансу был оглашен в 10 часов утра 19 декабря 1924 года первый признавался виновным в двадцати четырех убийствах и приговаривался к 24 кратной смерти на гильотине второй признавался виновным в подстрекательстве к убийству некоего ханапеле и также осуждался на смертную казнь путем обезглавливания примечательно что присяжные заседатели в своем вердикте указали на то что гранс являлся более опасным и закоренелым преступником нежели харман именно поэтому судья и приговорил его к смерти ханс гранс подал апелляцию которая была отклонена и не избежать бы грансу гильотина если бы в последнюю минуту в судьбу этого человека не вмешался случай почтальон по фамилии лютерс руководствуясь банальным любопытством вскрыл письмо адресованная альберту грансу отцу осужденного ханса письмо на четырех страницах было написано харманом в камере смертников и каким-то образом передано на волю в обход тюремной цензуры в этом письме фриц извещал отца гранса что сын его ни в чем не виноват и он фриц харман оклеветал его с единственной целью забрать с собою на тот свет можно сказать что преступник достиг прямо обратной цели прокурор возбудила расследование в отношении ханса гранса по вновь открывшимся обстоятельствам в результате приговор в отношении гранса был пересмотрен этот получил пожизненное заключение по другой информации он получил всего 12 лет заключения на судьбу самого хармона произошедшее никак не повлияло тот был казнен в шесть часов утра 15 апреля 1925 года во дворе тюрьмы на специально смонтированной для этого гильотине забальзамированная голова серийного убийцы фрица хармона известного как вампир ганновера находилась в медшколе геттенгена вплоть до 2015 года тогда же ее кремировали и захоронили это была лишь краткая часть того что происходило в послевоенном ганновере про вампира из ганновера была написана не одна книга и снят не один фильм все желающие могут самостоятельно найти и ознакомиться со всеми нюансами его жизни но имейте ввиду материал не для слабонервных а у меня на этом все спасибо за просмотр и до скорых новых встреч